Привет, друзья! Меня зовут Константин, и это обзор ЕС на неделю. Фильм «Пункт назначения 5». Смотрели? Значит, та еще неделька будет. В принципе, сюжет ничем не отличается от первых четырех частей. Увидев видение о скорой смерти, кто-то спасает кого-то, а потом смерть, одного за другим в своем правильном порядке приходит и масленица. Мне вот что интересно. А кто же сливает всю информацию о намерениях злой смерти? Кто стучит людям? Кто крыса в этой отточенной цепочке смерторождений? Главное, зачем? Явно не от доброты душевной, им все равно всем настанет... Капут? Так зачем же? Издевается над коллегой по смертельному цеху? Короче, я бы на месте смерти сначала пришел бы к этим чудесным помощникам, а уж потом бы ходил по людям. На самом деле, идея фильма напоминает мне фразу «узнал бы, где упал, соломку бы постелил». Только подумайте, сколько вещей можно было бы изменить, знаем, и как оно будет развиваться дальше. История бы сильно изменилась. Наполеон не идет на Россию. По крайней мере, не раньше апреля. Гитлер не идет на Россию. В принципе, не идет. Египтяне идут на... на... Идут нахрен с предложением вернуть им Синайский полуостров. Билл Клинтон, Машек Ацав и еще пару миллионов людей принимают обет безбрачия. Я, ну и еще пару миллиардов людей знакомятся с тещей и обет безбрачия. Как ни крути. Кстати, когда вышла первая часть «Пункта назначения», ее премьера проходила в детском саду. И дети, посмотревшие этот фильм, замарали подузник Вильданов в той последовательности, в какой было предначертано судьбой. Не испытывайте судьбу. Любите друг друга, пока девица с косой не пришла за вами. Ес! Два! Пункт назначения 5. Не пропустите. Да. С вами был Константин. Увидимся через неделю, если я там кому-чего не задолжал. Ес! Пункт назначения 5. Не пропустите. Продолжение следует... Продолжение следует...